Всем привет! Мы сегодня начинаем свой подкаст «Мугалям». Сегодня у нас в гостях учитель истории Бауржан Бесимбаевич. Первый вопрос. Каким должен быть учитель будущего? В первую очередь, несмотря на то, что время не стоит на месте, прогресс, изменения, инновации, в первую очередь, педагог должен быть трудоголиком, трудоспособным, не бояться труда. И он должен быть человеком труда. Потому что если не будет трудиться, тогда не будет никакого развития, никаких новшеств. Поэтому самое главное быть трудолюбивым. Следующее – это быть в ногу со временем. Не стоять на месте, не оставаться на методах обучения и организации образовательного процесса, как это было ранее, 10 лет назад, 20 лет назад. Сейчас такое время, что уже не то, что десятилетиями нельзя, каждый год нужно меняться. Потому что мир не стоит на месте, каждый год что-то придумывается новое. Одна сейчас изюминок – это уже развитие искусственного интеллекта, использование различных программ для организации урока, для составления урока. Поэтому нужно быть в ногу со временем и использовать все возможные новые информационно-коммуникативные технологии. Это второе. Третье – он должен быть коммуникабельным. Так как, повторюсь, время меняется, мы сейчас учителя уже другой формации. Если ранее с учителем разговаривать, там, ой, нельзя было, что вы, это учитель, и учитель себя вел так, что я там учитель, там, не разговаривайте со мной так, не делайте так, нет, сейчас уже так нельзя. Сейчас нужно быть гибким, развивать себе навыки коммуникации и уметь общаться со всеми категориями людей. Это как ученики, как свои коллеги, руководство, родители и вплоть до бабушек, дедушек. Потому что сейчас наша работа такая, что мы ведем диалог не только с мамой и папой, а ведем диалог с учеником, с родителем и его близкими родственниками, это бабушками, дедушками. Поэтому обязательно это нужно развивать в себе навыки коммуникации, уметь общаться с разными людьми. Ну, это вот, по мне, так, три основные направления, по которым должен педагог развиваться, и тогда педагоги перейдут на следующую ступень, следующий этап. Какими качествами должен обладать учитель? Ну, конечно, как бы ни говорили, что педагоги тоже люди, мы все-таки несем свет, несем образование, и мы просвещаем, и мы воспитываем. И как это было и 50 лет назад, как это было и 100 лет назад, так же это и сегодня должно оставаться. Имидж учителя, статус учителя. Учитель не может себя вести, как хочу. Поэтому обязательно нужно сохранять в себе именно те качества, которые не будут очернять профессию педагога. Да, я еще раз повторюсь, мы тоже педагоги люди, но нам нужно уметь отдыхать и знать, как отдыхать, потому что мы всегда под прицелом общества. Что-либо мы сделаем не так, все, все палки, все летят на нас, и в первую очередь говорят, и эти люди учат наших детей. Поэтому это важно, как бы мы ни хотели этого, но это очень важно, нам нужно сохранять имидж и лицо. Вот пришел педагог, устраивался на работу. Он, так скажем, очень молодой, только-только получил диплом, вот закончил вуз и пришел в школу. Чего не хватает вот таким педагогам? Только пришедшим. Какие навыки мы не додаем? Ну, это в первую очередь, новые педагоги, которые приходят, они многие не знают нормативно-правовой базы организации образовательного процесса и учебного процесса. Да, я не спорю, для этого есть в школах наставники, есть уже институт наставничества, который оплачивается. Если раньше это была просто общественная нагрузка, сейчас это и оплачивается учителям-стажистам. Но все же мне всегда хотелось бы, так как и я сам учился на учителя, и я прекрасно понимаю, чему меня недоучили в университете и чему мне приходилось учиться. Университет теоретически хорошо подготавливает, не спорю, учителя того или иного профиля. Допустим, учитель биологии, университеты дают хорошие знания. Но это теория. Учительство – это не просто теория. Учительство – это умение коммуницировать с учениками, общаться с учениками. Это составление всей документации. Потому что урок – это не просто пришел, провел. Прежде чем проводить урок, ты должен составить КСП. А прежде чем КСП составлять, ты должен еще и КТП составить. Это все еще нужно загружать в кунделек. И обычно всегда для молодых педагогов это просто too much. Они сразу начинают буксовать, они сразу пугаются. И из-за этого многие уходят. Хотя на самом деле в этом ничего сложного нет. Но если бы в университете была бы дополнительная дисциплина, я не знаю, как ее назвать правильно, но если бы обучали бы этих студентов, будущих учителей, как работать в платформе кунделек, как составлять КСП, либо как… Сейчас, в принципе, знаете, такое время, что даже и составлять КСП не нужно полностью. Есть уже подготовленные рекомендации. Их берешь и просто адаптируешь под свой урок. Но вот молодые педагоги, многие и не понимают, как адаптировать. И для них это просто вот эти 5-6 страниц КСП, ну, полный страх, они не понимают этого. Поэтому хотелось бы, чтобы в университете еще учили бы составлять КСП, КТП. Это неотъемлемая часть нашей работы. Мы без этих документов можем не получить свою заработную плату. Контроль работы ведется именно по наличию этих всех документов и ведения электронного дневника. Как именно наказывать учеников сейчас? Ну, конечно, наказывать надо. Но методы наказания уже поменялись. Если раньше это можно было по рукам линейкой ударить, или там публично тетрадь порвать, или в угол поставить, сейчас это все явление называется жутким буллингом. Поэтому наказывать нужно уроками, заданиями. Не выполнил задание, значит, удваивается. Но опять-таки тут, видите, есть такой момент. Как ни коснись, это вина самого учителя. То есть, если ребенок у тебя сидит на уроке и отвлекается, то, значит, ты его не заинтересовал своим уроком, либо не смог придумать задания, которые бы он выполнял и не отвлекался на смартфон свой, или там на общение с соседом по парте. Поэтому, я думаю, не наказывать нужно учеников, а нужно учителям максимально готовиться к уроку и продумать все моменты. Потому что, да, класс — это живой организм, где реагирует все по-разному. Так же и в классе сидит 25 учеников, и все 25 одинаковые не могут быть. Из них 8 — это целенаправленно учиться. Следующая восьмерка — это которых нужно направлять учиться. И третья восьмерка — это за которыми нужно контролировать. Это те вот забияки. Вот нужно продумывать урок так, чтобы все группы учеников были задействованы. И тогда не нужно будет никого наказывать. Но если уж прям крайне мере наказывать, то это, конечно, закидывать заданиями, давать там домашние задания. Плюсы — быть учителем. Ну, здесь нужно начать с того, что сейчас престижно уже и поступать на учителя. Стипендия отличается, далеко отличается. Студенты технических профессий, да, они получают меньше, а учителя сейчас, будущие учителя, если не ошибаюсь, 70 тысяч получают. Да, повышка 70 тысяч, а так 60. 60 тысяч, а повышенная — 70 тысяч. Поэтому это уже первый плюс того, что быть учителем. Следующий закон о статусе педагога. И в этом законе многое добавили. То, о чем мы ранее всегда говорили, элементарно — та оплата той же магистратуры в степени. Потому что нас было магистрантов достаточно, но для нас это всегда было как бесплатное приложение. Ну, так, плюс к твоему престижу. Сейчас это оплачивается. То есть, в дальнейшем, после окончания бакалавриата, смело поступать в магистратуру, это оплачивается. Далее, касаемо заработной платы, то же самое. Заработная плата учителя лет 5-6 назад, и сейчас она отличается. Плюс увеличение заработной платы. То есть, повышаешь категорию, получаешь надбавку к зарплате. То есть, надбавка такая чувствительная. Те же социальные гарантии. Постоянные социальные гарантии. Вышел на больничный, получаешь свои... Больничный получаешь свои. Одна из главнейших социальных гарантий — это твой трудовой очередной отпуск. 56 дней. Многие всегда завидуют. Говорят, ого, целых 56 дней. И говорят, подлям, да, еще отпускные? Конечно, прежде чем выйти в эти 56 дней, нужно отработать адских 11 месяцев. Но, опять-таки, это гарантия. Плюс выплаты, когда выходишь в отпуск. Сейчас это уже хорошие выплаты. Вот. Да и всегда востребован. И всегда востребован. То есть, такого нет, что если ты учитель, ты останешься там без работы. Нет. Работа учителя всегда найдется. В школах требуются учителя. Количество школ увеличивается. Количество учащихся увеличивается. Поэтому, ну, говорят же, есть три там, да, профессии, которые никогда не останешься без работы. По поводу третьей, конечно, я сейчас уже поспорил, но первое — это учителя, второе — это медики, и третье — это юристы, да. Поэтому быть частью из одной из древнейших профессий и быть востребованным — это очень даже хорошо. Ну и плюс, видите, эта часть такая, финансовая часть, да. А другая часть — это в том, что ты ведь воспитываешь, и ты формируешь армию грамотных, умных учеников. И от тебя зависит, каким будет в будущем не только сам ученик, не сам этот ребенок, а само государство.